Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня мы приехали в магазин Орхидеи, который находится на Уральской, 77. И сегодня я хочу вам показать, где вообще в Краснодаре можно приобрести шикарнейшие Орхидеи, которые нет в крупных простом сетевом магазине. Так что пойдемте со мной. Чтобы вы с легкостью нашли магазин, я вам покажу, что находится он напротив галактики. Вот она дверь. Видите, плитка. Двери. И вот нам сюда, в самую крайнюю дверь. Поднимаемся по лестнице. Открываем дверь. И попадаем в магазин дверей. Но вас это не должно смущать. Мы проходим вот здесь, видите, приклеенные ножки, и мы идем, где написано Орхидеи. Идем, идем, идем мимо дверей. И попадаем в магазин с шикарными Орхидеями. Сразу скажу, что все Орхидеи здесь представлены цветущие, они очень красивые. И отправлять почту их не будут. Здесь только самовывоз. В субботу и воскресенье можно будет приехать и, собственно, ручно выбрать себе растение и забрать его к себе домой. Смотрите, святая святых Орхамана. Вау, посмотрите, какая красота. Просто полные полки нереально красивых, шикарнейших орхидей. А какие здесь стоят ароматы, это надо только приехать и самим почувствовать. Это просто что-то нереальное. Половина сортов ароматные, красивые, яркие. Просто божественные. Посмотрите, все на бутончиках. Уйти отсюда без Орхидеи просто не получится. Сейчас будем выбирать. Все вам покажу. По ценам мы с вами тоже сейчас пройдемся. Ну, я в восторге, правда. Давайте начинать полный обзор. Сразу ставим лайки и подписываемся на канал, чтобы не пропустить самые красивые Орхидеи по самым классным ценам. Я здесь сейчас увидела такие красивые бабочки и пилорики. Они в миксе. Я покажу вам их в конце. Специально, чтобы вы досмотрели видео до конца. И начну с вот этих вот бордовых восковушек. Цветы руками здесь трогать нельзя. Здесь можно выбирать только глазами. И сотрудник покажет вам и выберете уже, собственно, с рук сотрудника. Естественно, если каждый будет трогать Орхидеи, бутончики и цветочки отвалятся. Поэтому я тоже трогать не буду. Здесь это строго-настрого запрещено. Я буду показывать вам цветочек, собственно, как смогу, в каком смогу ракурсе. Вот так вот отодвигая упаковку. И покажу вам цену. Здесь хорошо, видите, сразу видно и название, и сразу цена. Очень-очень удобно. Цена 2,250. Вот такой вот красавчик. Давайте посмотрим качество растения. Сразу скажу, что здесь несколько цветоносов. И этот сорт цветет очень-очень долго. Здесь в упаковочке жалко не видно. Но вот так видно, что корни отличные из донышка. Можно посмотреть тоже. Смотрите, какие замечательные корни. Обалденно. Орхидей очень-очень много. Поэтому будем двигаться дальше. И смотрите, здесь парфюмерные фабрики. Запах стоит. Какой-то нереальный просто. Обалденный, красивый. Все-все-все на бутонах. Максимально свежие, насколько это возможно. Посмотрите. Листья в краб. Кстати, я недавно показывала свою коллекцию парфюмерных фабрик. И многие спрашивали, где можно приобрести. Так вот, видите, здесь в магазине. Флавер с юга. Они есть. Парфюмерная фабрика. Написано бежевая фабрика. Видите, 2,199. Ну, 2,200. Вот такая красота. Кстати, да, по цене. Если кто-то скажет, что это дорого. Я могу сказать, что для фабрики это абсолютно недорого. Потому что в таком качестве, в 12-м горшке, да, даже в сетевых магазинах, они стоят намного-намного дороже. В прошлом году я их видела в 9-м горшке. И они стоили 3,200. Ну, просто в сетевых магазинах. Поэтому эта цена очень адекватная. Да, тем более с прошлого года цены в любом случае выросли. Так что вот такая красота. Здесь их достаточно много. Надеюсь, что хватит всем. Следующая тоже. Смотрите, какая яркая, красивая орхидейка. Здесь написано название. Видите, какая яркая цена. 2,150. Так, здесь, по-моему, без упаковочек. Да, здесь будет видно корневую систему. Ну, кстати, кора, посмотрите, с кокосовыми чипсами. Корешочки хорошие. Ну, такая красавица. Ну, и, кстати, немножко. Смотрите, кто захочет себе такую орхидею, их прям буквально один лоточек. Вот такая красота. Следующие не менее яркие. Посмотрите, какие красивые. Корней сколько, полные горшки. Два растения в горшке. Супер. Смотрите. Класс. И цена вообще... Ну, считай, получается, что 2000 рублей за два растения. По 1000 рублей за растения вообще классно. Полинопсис Монако. 12-й горшок. Класс. Интересно, они все по два цвета? О, по две орхидейки в горшке. Давайте посмотрим. Да, они все по две орхидейки. Вот этот сорт вообще, посмотрите, яркий, красивый. Супер. Прямо сразу захотелось взять. Интересно, она пахнет или нет. Почему-то мне кажется, что здесь от них идет аромат. Не могу понять, от них или нет. Кто знает, пахнет Монако или нет, пишите. Потому что здесь очень много ароматов, очень много ярких, красивых, ароматных орхидей. Непонятно, от какой орхидеи пахнет. Потому что они все вместе стоят в довольно-таки небольшом помещении. Поэтому ароматы здесь, конечно, супер. Так, сейчас распустилась такая орхидейка. Я ее тоже брала здесь. Мастерпис. 12-й горшок. Тоже 2000. Цена. Яркий, красивый. Всегда, кстати, цветет очень-очень обильно. Но с пересадкой нужно быть поаккуратнее. Он такой достаточно капризный. Поэтому пересаживаем аккуратно. Желательно перевалочка. Но здесь, смотрите, хорошая кора. Можно и не пересаживать. Корни видно тоже, что все хорошие. Видите, какая красота. И он цветун, цветун. Кто вот его приобретает? Это компактное растение с таким вот прям множеством-множеством цветочков. Посмотрите, какой он красивый. И цена у него абсолютно приемлемая, хорошая. Мне вообще очень нравится. Так, нижний ряд мы с вами закончили. Посмотрите, какая красота. Переходим дальше. Переходим выше. И здесь я вижу орхидею интрига. Я недавно только рассказывала, что это моя любимица. И многие спрашивали, где можно приобрести. Так вот, на Уральской Е77 можно приобрести орхидею интрига. Вот такая красота. Так, здесь наклечка кверх ногами. Вот интрига. 12-й горшок. 3,550. Эта орхидея вечно цветущая. Очень красивая. Вот кто приобретает, вообще абсолютно не жалеет. Потому что лично я не могу ее отнести к капризной орхидеи. Она у меня растет на фитильном поливе. Абсолютно неприхотливая и вечно-вечно цветущая. Здесь, кстати, вот здесь парочка стоит. И еще на другой полочке тоже они есть. Дойдем, посмотрим, даже цена одинаковая или нет. Ну, здесь вот две штучки. Наверное, там не поместились, их сюда поставили. И за ними стоят, смотрите, мультифлорные белые беглипы. Здесь, кстати, написано название. 12-й горшок. Так, стоимость 2,150. Вот такие вот очень-очень красивые мультифлорные белые беглипы. Ну, вы знаете, пока вот то, что я посмотрела, мне нравится все. Ну, как вот забрать все? Никак. Поэтому будем любоваться. Ну, а какие-то, конечно, выберу себе в коллекцию. Сегодня без орхидея я точно не уеду. Может, даже парочку приобрету. Листики шикарные. Корневая система тоже, посмотрите, просто бомба. Просто шик. И дальше еще полянка с парфюмерными фабриками. Листики, конечно, у них, ну, просто супер пятнистые. Эти, получается, фабрики очень яркие, этот сорт. Где-то еще покажу вам корешочки. Корешочки, смотрите, какие хорошенькие. Внутри тоже мы видим, что все отлично, все замечательно. Все еще на бутончиках. Давайте смотреть. Это красная фабрика. Диффузион. Две. Ну, две двести, считай, без рубля. Вот такая красота. И здесь, кстати, не очень много. Одна палеточка. И дальше тоже идут фабрики. Но, видите, они разные. Цвет цветочка разный. Это Диффузион, а это у нас Адарион. Вот. Розовая фабрика. Тоже две двести стоимость. Очень пышно цветущий. Посмотрите, какая красота. И у всех фабрик разные ароматы. Поэтому и хочется собрать коллекцию парфюмерных фабрик. Очень красиво. У меня Адарион в маленьком размере. Не знаю, когда я дождусь его цветения. Ой, запах стоит, конечно, нереальный. А смотрите, здесь у Орхидеи проявляется мутация. Видите? Возможно, что в домашнем условиях она может распуститься бабочкой. Такое тоже бывает. Интересно, только на одном у нее такое цветочки. Или есть еще? Да, есть еще. Смотрите. У этой Орхидеи потенциал быть бабочкой. Фабрики очень часто мутируют. И выпускают пилоричные цветочки, бабочки. И вот у этого экземпляра как раз-таки есть такая предрасположенность. Ну, кстати, сегодня я вам покажу и парфюмерные фабрики бабочки. Они тоже есть. Безумные красоты. Поэтому все сегодня будем с вами смотреть. Именно от Адариона получаются три палетки. Поэтому, надеюсь, хватит всем. А дальше любимчик многих. Эту Орхидею, наверное, правда, любят все. Она постоянно цветущая, очень яркая, еще и ароматная. Вот, обалденный. Эта Орхидея называется бронзовый Будда. Он немножечко похож на Леодору. И листики у него такие же. Смотрите, какие корни. Вообще отличный экземпляр. 2070 рублей он стоит. Ну, супер. Просто. Посмотрите, какая красота. Листики все чистенькие, шеечки чистые. Это прям вот-вот они приехали. Их только-только разложили на полочке. И повесили на них наклеечки со стоимостью и с названиями. Это очень-очень удобно. Красота, правда? И запах. Такой яркий, такой красивый. Надеюсь, красоток хватит всем. А это тоже любимчик. Мультифлорка. Это Violet Queen. Посмотрите, какой у него цвет. Он, правда, с таким вот фиолетовым оттенком. Всегда пышно цветущий. Вообще сейчас, наверное, сорта, да, в магазине представлены. Все вот максимально классные, максимально цветущие. И, не знаю, у меня сейчас тоже вот зацветет. Вот-вот распустятся бутончики. Он будет цвести в два цветоноса. Вот. Также я его приобретала своего, да, здесь. И также у меня еще есть бабочка из этого магазина. Тоже с цветоносом вот-вот распустится. Очень жду цветения. Ну и, кстати, такое бывает, что в миксе, да, вот привозят Violet Queen, а бывает там пару бабочек. Ну, пока, конечно, я не вижу, но такое бывает. Бывает. Очень красивый цвет. Ну, нереальный какой-то. Кстати, давайте посмотрим стоимость. Стоимость 2,399. Ну, 2,400. Вот такие, смотрите. Они все в 12-х горшках. Корневая система, обратите внимание, просто шикарная. Листики все целенькие, все красивенькие. Супер. И переходим на верхнюю полочку. И сейчас, наверное, многие увидят именно своего дикого кота. Я знаю, что многие хотят приобрести себе именно орхидею дикий кот. И он любимчик многих, и это правда, потому что он относится к орхидеям вечно цветущим. Если приобретаем дикого кота, он цветет постоянно. Он доращивает свои бутоны. В общем, великолепное растение. И посмотрите, какие здесь корни. Тут можно даже не вытаскивать, да, просто вот пройтись, посмотреть. Корни просто полный горшочек. Но я не советую пересаживать, пока не отсветет. А отсвести он будет очень-очень долго. Поэтому можно аккуратно вытащить, да, торфстакан попробовать. И перевалочкой, да, чуть-чуть в больший горшочек, чтобы не было стресса у растения. Так, сейчас я вам скажу, сколько они стоят. 2,200. Ну, 2,199. 2,200 стоят вот такие гигантские дикие коты. Просто с огромнейшими листьями и с полными горшочками корней. Так что вот такое великолепие. Посмотрите, какие они классные. До них просто не дотянуться, они очень высокие. Их получается вот сколько? 4, да, вот таких вот палетки в 12-х горшках. Тоже кто хотел, приобретайте. Очень классные котики. Дальше идут орхидейки. Это у нас каменная роза. Я ее узнаю, наверное, из 1000. Очень высоко они находятся. Так, цена 1990, ну, можно сказать, 2000 рублей. Шикарные. Тоже пересадку они не любят. Их лучше или перевалочкой аккуратно пересаживать. А вообще лучше не трогать, пока она не отсветет. Как только отсветет, вы видите, что активно пошли расти корни. Вот аккуратно перевалкой пересадили. Все. Если ей начать разбирать корни, там распутывать, она очень часто начинает болеть. Поэтому лучше ее не трогать. Тут, смотрите, даже каменная роза смутировала. Посмотрите, какой у нее цветочек интересный. Так, я уже сказала, стоимость каменной розы 1990. Так, и вот интересный экземпляр. Кстати, часто спутаются с каменной розой, но это абсолютно другой цветочек. Называется он черный лебедь. Здесь я уже достану вам аккуратненько, покажу. Какой интересный этот цветок. Прям эксклюзивный. Он очень редко бывает. В простых магазинах, да, сетевых вы его просто не найдете. Это только вот под заказ привозят. Вот таких вот темных, красивых, интересных. Стоимость, вот смотрите, видите, черный лебедь, 12-й горшок, 2400. Это, правда, эксклюзивная орхидея. Видите, какая красивая. С листиками все в порядке, шеечки чистые, корни вообще великолепные. И, кстати, немножко, совсем чуть-чуть, потому что, как я уже сказала, орхидея довольно-таки редкая. Кстати, у меня нет орхидеи черный лебедь. Надо будет, наверное, приобрести. Дальше пососедствует. Это орхидея пениф. Я ее обожаю. От переменной света, именно освещения у растений, крапинки, да, они то сильнее, то мельче. И, получается, за счет этого цветочки все время разные, да, на цветоносе. Это очень-очень красиво смотрится. Мне он, правда, нравится. Он постоянно доращивает свои цветоносы. Тоже относится к таким цветунам. Смотрите, в растущей фазе роста, полные горшки корней. Стоимость пенифа 2,650. Да, пениф стоит 2,650. Тоже относится довольно-таки к редким орхидеям. Да, где-то его просто зайти и купить не получится. Это вот, правда, здесь почти все, конечно, эксклюзивные растения, и которые я очень люблю. У меня есть, ну, практически, наверное, все. Так, и дальше, смотрите. Очень яркий, очень красивый. Это у нас Лека Фантастик. Тоже относится к очень редким орхидеям. Цвет у него нереально красивый. Видите, какой? Сейчас повыше поднимусь. Прям кораллового такого цвета. И он тоже очень часто красиво цветет, делит свои цветоносы. Мне он нравится. Здесь тоже посмотрите, какие корни. Стоимость его 2,450. Обалденный. И переходим на следующую сторону. Там не менее красивые орхидеи. Может, даже лучше, чем эти. Это просто какая-то божественная красота. Я всегда говорю о том, что орхидеи — это райские растения. И они прибавляют эмоций. Они прибавляют сил. Они даже, знаете, мне кажется, если какая-то в жизни сложная такая вот ситуация, посмотрел на эти цветочки, и сразу как-то становится на душе легче, приятнее. И вот сейчас, находясь здесь, я получаю максимальное удовольствие, рассматривая и показывая вам эти цветы. Правда. Здесь стоят еще несколько Violet Queen. Видно, там на полочке не поместились, поэтому они здесь. Цена у них точно такая же. 2400. Вот они. Видите, как они обильно цветут. Дома они цветут точно так же. Так же обильно. Так, и здесь я вижу, что есть орхидея «Черный медведь». Кстати, мой «Черный медведь» тоже из этого магазина. Помните, мне всех спрашивают, ой, какая красивая орхидея. Я говорю, это «Черный медведь» именно здесь, на Уральской, 77. Так же я вижу здесь, так, «Черного медведя». Цену скажу, потому что я знаю, что его многие хотели. 2,150 стоит медведь. Так же здесь есть, смотрите, «Пират Пикати». «Пират Пикати» я увидела, он только один. Я не вижу на него ценника, возможно, он уже даже продан, отложен, не знаю. Так, «Парфюмерная фабрика Бабочка». Это как раз-таки тот эксклюзив, о котором я вам говорила. «Парфюмерная фабрика Бабочка» это настолько редкая орхидея, но это просто что-то невообразимое, знаете, в районе какой-то прям сказки. И здесь она есть. Стоимость ее, так, стоимость, стоимость парфюмерной фабрики. Нет, не вижу, возможно, тоже она уже выкуплена. Не знаю, не могу сказать. Так, дальше «Беглипы». У меня тоже есть такой «Беглипчик», и тоже, кстати, из этого магазина. Обалденный красавчик. Так, фокусируемся. Смотрите, 12-й горшок. Цена 2,50 за такого вот шикарного, просто яркого «Беглипа». Кто не знает, «Беглип» это большая губа, настолько развернутая, красивая, и у него края кудрявые, и губа тоже кудрявая. Он мне, конечно, подкупил с первого взгляда, и вот мне его сразу же захотелось. На фотографиях он выглядит все равно не так. Мне кажется, даже видео не передает, насколько он красивый. Видите, не могу руками потрогать, чтобы развернуть, вот только как-то так через пакет. Вот, руками трогать нельзя. Очень красивый. Вообще бомба. Просто бомба. Но их не очень много, поэтому нужно будет, конечно, успевать за такой красотой. Так, дальше посмотрите, какие красивые бабочки. Великолепные бабочки. Сейчас развернем, посмотрим с вами цену. Так, «Пинг Мутант» написано, 12-й горшок, 2,100. За бабочку, цветущую, вообще абсолютно хорошая цена. Посмотрите, какие корни. Просто балдеж. Кстати, мультифлорочки такие любят давать деточек. Бывают даже дают их на цветоносах. Такие прям бантики кудрявые, еще и пятнистые. Смотрите, здесь тоже не очень много, но они есть. Вот такие вот красавицы. Я вам сейчас прикреплю объявление, когда можно будет приехать в магазин и выбрать для себя растение. И дальше, посмотрите, это вообще какая-то красота. Это просто бомба, супер-класс, правда. Здесь микс бабочек, пелоров. Посмотрите, они прям такие, как трилипсики. Яркие-яркие, обалденно красивые. И они идут миксами, насколько я знаю. Да, микс, вот написано микс. 12-й горшок, 3,200. Вот можно выбрать любую, да, и она будет стоить 3,200. Но здесь прям какой-то рай для урхамана, посмотрите. Просто бомбически. Смотрите, какие они красивые. Супер. Как же я рада, что я попала на завоз. И у вас есть возможность тоже прийти и выбрать для себя, собственноручно, самую красивую орхидейку себе в коллекцию. Вот такая красота. Поднимаемся. Ой. Ой, ну это ж просто. Просто упасть не встать. Посмотрите. Это парфюмерные фабрики бабочки. Как раз-таки мы с вами посмотрим их цену. 3,200 стоит бабочка парфюмерная фабрика. Вообще балдёж. Супер. Они все разные. Видите, здесь они идут скрапинками. Это один сорт, без скрапинок. Другой, здесь они более прям такие защипы. Здесь, видите, другой совсем цвет. Это уже третий вид фабрик. В общем, видите, они ещё и не одинаковые, а все разные. При этом они бабочки. Стоимость у всех 3,200. Обильно цветущие. У них огромные цветоносы. Листья в краб. Вообще очень красивые. И корневая система у них всех хорошая. Их даже ещё не успели полить после того, как они приехали. Их только разобрали, из коробочек выставили, поставили, наклеечки налепили. И тут я. Тут как тут. Красота. Так, вот они, видите, ещё есть орхидеи интриги. Цена точно такая же. 3,150. Вот здесь такой получается лоточек один. Их немного привезли. Поэтому, если кто хочет, можно приехать, выбрать и забрать к себе в коллекцию. И также есть ещё, посмотрите, какие красивые орхидейки. Тоже по принципу леодорки у них листочки, да. Но, смотрите, довольно-таки пышно они цветут. Цветоносики небольшие, но прям такие обильные. Вот этикеточка. 1990 стоит. Вот такие вот красивые, посмотрите. Ещё и ароматные горшки полной корней. Вот такие замечательные орхидейки. Поднимаемся выше. Здесь у нас Сога Вивьен. Ценник её 2,250. Это тоже ароматная орхидея. С достаточно классным ароматом, ландышом. Кстати, об этой орхидее был миф несколько лет назад. На то, что она пахнет скумбрией. И, вы знаете, я её себе приобрела именно потому, что она пахнет скумбрией. Но, когда распустилась моя, Собственно, я её понюхала. Она пахнет ландышами. И никакой скумбрии там и близко нет. Я, если честно, расстроилась. Но из-за её яркости, красоты, я её, конечно, оставила в коллекции. Она мне очень нравится. Кстати, тоже вот-вот распустится. Вот такая вот красота. Ценничек. 12-й горшок. Сога Вивьен. Очень интересная. Дальше там у нас... По-моему, это сладкая девочка у нас. Горшочек 12-й. 2-150 стоит. Очень красивая. Она тоже ароматная. И там в глубине ещё орхидея-медведь. Вот. Они есть. Так что там это не все. Вон ещё есть палеточка с чёрным медведем. Надеюсь, тоже всем, кто хочет такую орхидейку, надеюсь, что всем хватит. Орхидея Лас-Вегас. Тоже пересадку не любят, но пока вы его не трогаете, он цветёт вечно, доращивает свои бутоны. Очень хорошая орхидейка. Но главное её, если пересаживать, то аккуратно перевалкой. Сильно её там как-то не потрошить, ничего не делать. Тогда вообще безумно классная орхидея. Стоимость 1999. Вот такая красота. Да, яркая, красивая. Давайте посмотрим. Вытащим. А, тут ещё и две в горшке, посмотрите. Класс. Две штучки в горшке. Можно сказать, за 2000 рублей. Вот такая красота. Горшочек, видите, тоже полные корней. Замечательно. Пусть так вместе и растут. Отличная будет групповая посадка. Всегда будут вместе цвести. Очень пышно. Видите, она ещё и любит делиться. Такое получается мультифлорное, красивое цветение. А дальше посмотрите варигатные орхидеи. Ой, я их, конечно, тоже очень-очень люблю. У меня есть такая красотка. Она как конь. Видите, у неё ещё немножко краб на листьях. Ещё и варигатность. Кстати, тоже абсолютно неприхотливая. Цветёт мультифлорно. Очень-очень красивая. Так, где её тут цена? Вот. Цена 2250. Обалденно, красивая орхидейка. Мультифлорка, яркая. Причём с такими вот шикарнейшими листьями. Просто балдёж. Варигатность бомба. Вот такая красота здесь. Я безумно довольна, конечно. Смотрите, какие красавчики. Пират Пикати. Так, а где его цена? Давайте достанем, посмотрим. Так. Пират Пикати, 12-й горшок. Также 1990 рублей стоит. И их тоже два в горшке. Ну, это вообще чудо какое-то. Просто чудеса. Два в горшке. Этот сорт, правда, он обалденный. Он не выгорает. Он очень хорошо цветёт. Всегда доращивает свои бутончики. Цвести может прям годами. Посмотрите, какая корневая система. Их лучше тоже не разбирать, не делить. А даже если будете пересаживать, так вместе их и посадить. Будет отличная групповая посадка. Будет вечно цветущей. Я так понимаю, они здесь все по два штучки в горшке. Давайте возьмём ещё. Да. И здесь тоже. Посмотрите, какие корни. И две штучки в горшке. Обалденно красиво. Вообще супер. Ой, какие яркие. Это же бомба, правда. Пишите свои комментарии, как вам такой обзор. Хотели бы вы, чтобы я приезжала и каждый обзор вот так вот снимала, показывала, какие новиночки есть в магазине. Тоши орхидейка называется. Двенадцатый горшок. Две четыреста пятьдесят. Тоже довольно-таки редкая орхидея. Я её очень редко вижу именно в интернет-магазинах. Вот. А в сетевых вообще ни разу не видела. Вот такая красота. Корни жирненькие такие хорошие. На несколько цветоносов. Три. Да, три цветоноса у неё. Очень яркие цветочки. Интересные. Также есть и азиатские орхидеи. И есть и дикие коты. Вот они стоят уже с цветоносами. По тысяча четыреста пятьдесят. Вот они сверху. Так, тут ещё какие-то интересные с пигментацией орхидейки. Вот, смотрите, какие корни. Так, это бабочка. Виктория. За две сто семьдесят шесть рублей. Вот такие красотки. В общем, азиатские орхидеи здесь тоже в магазине представлены. Так что, кому интересно, обязательно приходите, выбирайте. Это бабочка. Блэк пиано. Кстати, она у меня тоже недавно появилась. Замечательная, красивая, крупноцветковая орхидея. Кстати, посмотрите, здесь цветоносы обрезаны. Но многие просто взяли и выпустили боковое ответвление. И вон тоже. И скоро порадуют дома нереально красивыми крупными цветами. В общем, они уже все готовы к цветению. Если имеются такие вот, допустим, механические повреждения, то мне сказали, что будут делать скидку. Вот, поэтому это тоже очень-очень круто. Так, переходим ниже. Здесь у нас, что за красота. А это фаленопсисы, которые, по-моему, были скрещены. И здесь, получается, обеглипы. Мама, папа. Там желтый-розовый или желтый с полосками, желтый без полосок. В общем, довольно-таки интересные растения. Я обязательно себе приобрету. В общем, здесь вот по наклеечкам также можно выбрать нецветущие. По очень хорошей цене. Видите? 1090. 1250. Везде подписаны названия растений. Кстати, такую я себе как раз-таки попросила оставить. Потому что мне очень интересно, что распустится, если папа желтый беглип, а мама розовый беглип. Мы это все с вами пронаблюдаем. И вот также они здесь внизу. Тоже вот написано беглип. Название. Цена 1180 рублей. Так что здесь очень-очень много интересного. Ну и, конечно, сразу же в магазине есть сопутствующие товары. И вместе с архитейками я всегда советую сразу приобрести горшок, сразу приобрести грунт и препараты, которые вам понадобятся. Обязательно от насекомых. Обязательно. Это должно быть удобрение у вас, да, всегда в арсенале. И всегда должен быть фунгицидный препарат. Вот. Поэтому это все здесь есть. Можно приобретать. Даже есть кокосовые скорлупочки для посадки кокидам. И горшков. Много на любой вкус и цвет. Интересные. Разных размеров. И кора. Кора, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь архиата. Очень хорошего качества. Ну, также, конечно, и мох. И держатель для цветоноса. Все-все-все, что душеньки угодно. Ну, и, конечно же, просто божественно красивые орхидеи.